Приветствую вас. Я бы избегал таких прямых советов относительно того, верить вам человеку или не верить. Это, надеюсь, вы обредите для себя самостоятельно. Я лишь дам небольшую оценку того, что произошло, и дам, может быть, несколько рекомендаций. Итак, во-первых, с чего хочется начать? Сейчас мне хочется, наверное, с того, что сказать, что молодой человек ваш действительно, возможно, очень может быть изменился. Вы сами заметили это в его поведении, и, если честно, то это является совершенно неоспоримым фактом. То есть неоспоримый факт в том, что ваш молодой человек изменился. И к чему эти изменения приведут, можно только гадать. По крайней мере, пока. Потому что мы не знаем вашего молодого человека. Потому что мы не знаем, каковы его изменения. Мы не знаем, насколько они у него глубоки. Насколько он уверен в том, что делает. Насколько ему самому важно то, чем он занимается. Ну и так далее. То есть, как вы, я надеюсь, понимаете, будущее предсказывать мы не можем. Но что мы реально и по факту можем сделать? С реально и по факту мы можем сказать, чтобы вы просто-напросто смотрели на то, как он тебя сейчас ведет. То есть, посмотрите на то, правда ли он поменялся, ваш молодой человек. Посмотрите на то, правда ли он делает все так, как говорит. Ведь от вас ничего не требуется в данный момент. Вполне вероятно, что он действительно осознал, что был неправ. Вполне вероятно, что он действительно осознал, что двигался в неверном направлении. Вполне вероятно, что последняя история, последний случай с вами его очень впечатлил. И он так уже больше не хочет. Он не хочет вас, например, расстраивать, разочаровывать. Он не хочет, чтобы вы страдали, ну, например, из-за него, из-за таких происшествий. И если это действительно так, то вполне вероятно, что он действительно изменился. Но покажет это по-настоящему столько времени. Столько времени даст вам понять, действительно ли он изменился или нет. Потому что пока можно делать всего лишь предположения. Пока можно только пытаться предсказать, что произойдет дальше. Я думаю, что вам нужно поддержать вашего молодого человека. Я думаю, что вам нужно поддержать его в его начинаниях. Я думаю, что вам нужно дать ему понять, что вы верите в него. Что вы действительно верите, что у него получится. Что вы действительно надеетесь на то, что все будет хорошо и так далее. Ну, а потом уже просто-напросто посмотреть на результат. Также хотелось бы мне у вас немножечко отдельно спросить. А вы сами ему верить-то хотите или нет? Вы сами-то ему доверяете, молодому человеку? Ну, сейчас, вот на данный момент. Ну, сейчас, вот на данный момент. Ага. И если вы не увидите его в своем чувстве, если вы по-прежнему желаете с ним быть, то, конечно, стоит ему верить. Стоит попробовать ему поверить. Стоит попробовать дать ему шанс. Ну, просто хотя бы ради возможного будущего, ради семьи. Ну, а вот если изменений вы не увидите, то тогда, конечно же, вот тогда, если изменений вы не увидите, то можно откровенно говорить, что верить молодому человеку больше нельзя. И в таком случае я бы рекомендовал бы вам просто-напросто уже от него изолироваться и от него, как бы это сказать, дистанцироваться. Но, опять же, вопрос в том, хотите ли вы этого сами. Вот так, я думаю, можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, буду рад помочь, пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok